Итак, ребята, сейчас будет краткое содержание дяди Вани Чехова, но перед тем, как мы начнем, я хочу с вами поделиться шикарнейшей новостью. Буквально две минуты назад у меня на канале стукнуло тысяча. Я вам хочу сказать огромнейшее спасибо, я безумно рада, дальше будет только больше, лучше и качественней. Перед тем, как мы начнем, хочу вам сказать, что у меня есть инстаграм, который я очень активно веду и рассказываю там всякие трэш-истории, которые происходят в конкретной промежутке к моей жизни, поэтому если вам будет интересно, то welcome to my instagram, ссылочка есть в описании, либо криспочка, если вам не лень самим искать. Все, мы начинаем. Краткое содержание дядя Ваня Антон Павлович Чехов. О произведении. Пьеса дяди Вани Чехова была написана в 1896 году. Первоначально произведение называлось «Леший», однако результат не устроил автора и он внес значительные изменения в рассказ о русской интеллигенции. Так появилась знаменитая драма «Дядя Ваня», в которой Антон Павлович Чехов мастерски расставил акценты на нравственных и социальных проблемах российского общества. Место и время действия. Действие пьесы происходит в конце 19 века в русской деревне в усадьбе Серебряково. Главные герои. Войницкий Иван Петрович или дядя Ваня. Умный, глубоко порядочный человек, способный на жертвы ради других. Опекун Сони. Серебряков Александр Владимирович. Ученый, профессор в отставке, эгоистичный, капризный, брюзгливый мужчина. Остров Михаил Львович. Доктор талантливый, мыслящий человек, переживающий за свою страну народ. Софья Александровна или Соня. Дочь Серебрякова от первого брака. Умная, практичная, жертвенная девушка. Елена Андреевна. Молодая супруга Серебрякова. Умная, красивая, совершенно ленивая, праздная женщина. Другие персонажи. Терегин Илья Ильич. Разорившийся помещик. Крестный Сони. Глубоко несчастный в личной жизни человек. Марина. Старая нянюшка. Добрая, ласковая, милосердная женщина. Краткое содержание. Действие первое. В усадьбе Александра Васильевича Серебрякова за чашкой чаю беседует старая нянюшка Марина и врач Михаил Львович Остров. Они припоминают, сколько времени уже знакомы друг с другом. И доктор сокрушается, что за эти 10 лет другим человеком стал. Постарел, стал менее чувствительным, пристрастился к водке. Он жалуется своей внимательной слушательнице, что от удара до ночи все на ногах. Без единого выходного окружающая его жизнь скучна, глупа, грязна. И он утратил смысл своего существования. Выходит, Ваницкий рассказывает, что с приездом профессора Серебрякова их привычный уклад изменился не лучшим образом. Теперь вся семья вынуждена подстраиваться под ученого, у которого совершенно нет никакого режима. Ваницкий продолжает обсуждать своего родственника, который переселился в имении первой жены. Только потому, что жить в городе ему не по карману. Профессор уже четверть века пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Он вечно жалуется на свои несчастья и многочисленные болезни. Но при этом пользуется большим успехом у женщин. Ваницкий вспоминает, что его сестра, покойная супруга Серебрякова, любила мужа больше жизни. А его вторая жена, красавица-умница, добровольно отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блеск. К разговору о супружеской верности присоединился Телегин, чья жена сбежала от него на следующий день после свадьбы. Он до сих пор любит ее и помогает финансово ей и ее детям, которых она прижила от другого мужчины. Остров остается на ночлег в имении и в разговоре затрагивает свою любимую тему – сохранение лесов и приумножение природных богатств. Соня рассказывает, что Михаил Львович каждый год сажает новые леса и даже получил за это медаль и грамоту. Елена Андреевна замечает, что девушка влюблена в интересного доктора. Войницкий признается Елене Андреевне в любви и просит не отвергать его. Действие второе. Серебряков утомляет свою молодую супругу с жалобами на свой возраст и слабое здоровье. Он говорит о своей старости таким тоном, точно все и все в этом виноваты. Серебряков продолжает жаловаться Елене Андреевне на скучную жизнь в этом склепе. Вынужденное общение со скучными людьми – удаленность от блестящей светской жизни. Елена Андреевна начинает терять терпение. Лишь старой верной нянюшке удается успокоить профессора, который, как и все пожилые и капризные люди, очень нуждается в жалости. Наедине с Войницким Елена Андреевна сетует на то, что ей очень тяжело находиться в этом доме, где все раздражены и ненавидят друг друга. В свою очередь Иван Петрович принимает и сливает молодой женщине признание в своих чувствах, заметив, что ее собеседник пьян, Елена Андреевна покидает его. Войницкий анализирует прожитые годы и сожалеет о том, что многое в его жизни было напрасным, бессмысленным. Входят Остров и Телегин с гитарой. За рюмкой коньяка мужчины принимаются дискутировать на философские темы. Соня укоряет дядю Ваню за то, что тот опять напился с доктором. Когда он уходит, девушка общается с Островым, который делится с ней своими сокровенными мыслями. Он не удовлетворен, поскольку презирает жизнь уездную, русскую, обывательскую. Доктор признается, что никогда не любил и не полюбит. Более. Действие третье. Войницкий сообщает все домашним, что он хочет собрать, что и хочет собрать профессор, чтобы сообщить какую-то важную новость. Лена Андреевна жалуется на скуку, на что Соня отвечает, что всегда можно заняться полезным делом. Было бы желание. Скука и праздность заразительны. И нужно всеми силами бороться с ними. Соня делится с мачехой своей неразделенной любовью. Вот уже шесть лет она любит Острова. Но он не обращает на нее никакого внимания. Лена Андреевна предлагает поговорить с доктором осторожно, намеками. В приватной беседе Михаил Львович делится, что не испытывает ровно никаких чувств к Соне. Лена Андреевна просит его уехать и появляться в усадьбы как можно реже, чтобы не тревожить своим видом влюбленную девушку. Доктор признается в своей любви к Елене и умоляет ее о свидании. Невольным свидетелем этой сцены становится Вайницкий. Серебряков собирает родственников и сообщает, что намерен продать имение. Вырученные деньги обратить в процентные бумаги. И на излишек какой останется купить дачу в Финляндии. Дядя Ваня возмущен, ведь он уверен, что имение принадлежит Соне. Он сообщает, что только благодаря его усилиям удалось выплатить все долги за имение, на котором он каторжно работает вот уже 25 лет. Находясь во власти сильных чувств, он достает револьвер и пытается убить ненавистного ему профессора. Действие четвертое. Обсуждая предстоящий отъезд, чьи-то из Серебряковых в Харьков, нянюшка Марина и Телегин рады. Наконец, жизнь в доме пойдет, как было по-старому. Ваницкий обескуражен своей меткостью. Стреляет два раза и ни разу не попасть. Боясь, чтобы дядя Ваня не сделал ничего лишнего. Рядом с ним постоянно находится остров. Доктор настойчиво просит его вернуть то, что он взял у него пузырек с морфием. Ваницкий мечтает переписать жизнь с чистого листа, но понимает, что с его 47 лет сделать это уже невозможно. Соня призывает любимого дядю последовать ее примеру. Просто жить и терпеть, пока жизнь не окончится сама собой. Ей удается уговорить его отдать доктору морфий. Остров уговаривает Елену Андреевну остаться, но женщина решительно настроена покинуть поместье. Прощаясь, Серебряков мирится с дядей Ваней. Они заверяют друг друга, что все будет по-старому. Покидает поместье остров. Соня с дядей принимаются разбирать запущенные дела. Девушка рассуждает о том, как они будут усердно трудиться. Безропотно принимает жизненные испытания, чтобы после смерти наконец увидеть жизнь светлую, прекрасную, изящную. В итоге, чем все закончилось? С дядей Ваня отдает острову флакон с морфием. Остается с Соней в поместье разбирать дела. Серебряков Александр Владимирович перед отъездом из поместья мирится с дядей Ваней. Остров Михаил Львович уезжает из поместья. Соня помогает дяди Ваня отказаться от... Кхм... Остается в поместье. Лена Андреевна покидает поместье с Серебряковым. Заключение. Благодаря точному подбору характеров главных персонажей, автору удалось отобразить духовную жизнь интеллигенции на фоне российской действительности конца 19-го столетия. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что вы были на канале Анон Вилл Вишер. Если вы еще не подписаны, то подписываемся. Если вы хотите прослушать полное содержание, то оно у меня есть на канале. Надо чуть-чуть поискать. А это вроде бы предыдущее видео, поэтому не сильно надо вам искать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо вам за тысячу. Я безумно рада. По моему голосу явно слышно, что я сейчас просто кричу о счастье. Пока-пока. Хорошего вам настроения. И пусть солнышко светит только на вас.